Девушки отдыхают В каждом туре участники отвечают на вопрос, связанный с их темой, после чего по принципу игры в мафию выгоняют того, кого большинство посчитало обманщиком. Меня зовут Аня, я экоактивист. Меня зовут Мария, я экоактивист. Меня зовут Настя, я экоактивист. Я Иван, я экоактивист. Меня зовут Любовь, я экоактивист. Меня зовут Борис, я экоактивист. Меня зовут Александр, я экоактивист. расскажите о себе и о том как пришли к своим убеждениям уже не помню как это началось вообще довольно давно уже испытывала интерес к теме экологии самого детства начала я с раздельного сбора мусора постепенно начала подключать семью друзей и я веду блог об экологии и являюсь волонтером на акциях по сбору вторсырья когда я была в колледже я защищала проект по сбору батареек и их дальнейшей переработки и когда я выступала мне казалось что все круто так интересно и все поддерживают но потом стал такой большой консервативный мужик и сказал что это все ерунда и никому это будет не нужно с тех пор прошло практически 10 лет и сейчас я вижу что все очень стремительно меняется и меня это безумно радует я также как она веду блог об экологичном образе жизни а также я работаю к тренером и эко спикером я веду лекции вебинары различные воркшопы и помогаю людям погрузиться в эту тему максимально чтобы им было комфортно и чтобы мы могли произвести необходимые изменения любовь к экологии у меня с самого детства наверное начиная с мамы которая объясняла мне как высаживать какие-то цветы потом школе когда уже пришла у нас была супер крутая учительница химии биологии которая сказала важнее моих предметок в школе нет и она нас вывозила различные тренинги сначала убирали территорию потом высаживали что-то выезжали в заповеднике а сейчас уже в узи я начала заниматься тем чтобы продолжать ее дело и вывожу ребят так скажем своих перваков новых можно сказать это клуб мы только недавно создали страницу вконтакте очень классно подписывайтесь ставьте лайки это обязательно и я вот как раз занимаюсь тем что в виду это все такие дела если мы говорим о подписках это я веду блог свой я эколог-блогер по образованию я сам эколог инженер экологом очень давно уже работаю экспертную деятельность ведем и сам настоящее время являюсь директором экологического центра на базе наших лабораторий делается официальная экспертиза независимо экологическая вот и все что можно исследовать сделать анализ воды анализ воздуха анализ почвы материалов различных где есть не санкционированные свалки какие-то где есть несоответствие нарушение экологического законодательства и на уже скажем таком на высшем уровне наша организация содействует я лично содействую таким движением такие в решении таких вопросов я по образованию химик раз уж мы даемся в эту степь я занимаюсь вопросами сертификации международной экологической сертификации углерод нейтрализации производства лесозамещения своими силами пытаюсь спасти эту планету чтобы не искать другую мои убеждения ко мне намертво прилипли наверное ну не больше на пять лет назад потому что в беззаботный период моей беременности было много свободного времени я наконец решила разобраться что же значит все эти клеймы которые атакуют на продуктах натуральности экологичность этичность с рождением малыша я поняла для чего это все знаю и для кого это буду делать я прям знаю точный день когда у меня жизнь разделилась на до и после я стала к активистам это 15 ноября 2019 года это он определил этот день как день вторичной переработки использования вторичных материалов и в этот день я по работе поехал там трансляцию соцсети провести сортировочного завода где сортируют мусор я туда приехал и все что я там увидел меня очень сильно поразило впечатлился остался в шоке начал об этом что-то писать в инстаграме и все пошло поехало там один пост у меня вообще там сильно разлетелся и в итоге на данный момент у меня youtube-блог про экологию про zero waste про обращение с отходами и в инстаграме тоже все это продолжаю ввести как сейчас это модно говорить у меня тоже есть свой блог он называется экологичный ставрополь мы региональная как бы у нас такая отдельная организация когда мы жили с родителями в детстве в таком многоквартирном доме у нас под окнами был всегда такой вот ну свалка мусора у нас с этим с утилизацией на самом деле достаточно большая проблема то есть у нас касательно региона возможно это как раз как-то повлияет даже может быть этот выпуск нас нет никакой вообще сортировки мусора и когда весь этот мусор разлетался он разлетался по всему двору это был очень неприятный запах и у меня вот с детства отложилась такая ну небольшой такой маячок голове да то что ну что то с этим нужно как то делать и как активизма начал приходить школе вступил в нашу региональную организацию green peace а после чего уже в университете уже устроился так сказать на нашу региональную туда работу был помощником эксперта по вопросам энергетики потому что ну я по образованию сам энергетик инженер вот и помогал как-то в данной сфере и пытался как-то начать себя приучил свое окружение вот мы как раз с моим другом продвигаем вопрос экологии в нашем регионе чья история показалась вам наименее убедительной вообще по моему все настоящие но если выдвигать то я выдвигаю бориса думаю что действительно был факт материала о перерабатывающем заводе но мне кажется немного искусственным вот это разделение на то что в один день жизнь может поменяться на до и после я подозреваю анну мне ее рассказ показался достаточно поверхностным и есть такие маячки у тех кто занимается как активизмом большинство людей погруженных в эту сферу называют мусор отходами потому что это не мусор и меня это зацепило мне кажется подозрительным ван он такой прям спикер такое чувство что вы подготовлены к этому ко всему и что вам не привычку наоборот вам привычно говорить с людьми и доносить им что-то вот я вам не очень поверила поэтому на самом деле как бы даже сейчас сделаю выбор да я это не значит что я вижу что это не активист ну вот может быть действительно как тот самый больше импонирую да вот мнению что от борис предварительно по крайней мере вот забориться анастасия я что-то не до конца уверена в том что история теплых вспоминаний из детства про посадки цветов могла привести к устойчивой позиции сегодня в социуме касаясь вопросов экологии поэтому анастасия у меня нет уверенности вообще точнее уверенность как будто во всех что все 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 правильно сказали и пока тяжело сказать я выдвигать никого не хочу но я просто не знаю что скажу я присмотрюсь но номинировать не хочу потому что интересно вот и все время голосования подняв руку проголосуйте против одного из кандидатов анна анастасия иван просто надо борис у нас ничья между анны анастасии и иваном участники могут задать им до дополнительные вопросы можно первый вопрос я почему изменил мнение что вот на настю да вот как бы по мне ну не знаю я конечно со стороны может действительно и вызывают сомнения какие-то хотя как бы ну как странно конечно может быть вам просто выгодно просто выгодно час кто прям явно кто вот вам может быть мешает там ли чего потому что меня как-то вот щелкнуло что вот именно может быть в этом так вот вопрос наверняка вот кто занимается молодежным движениями экологическими да все знают что такое петля мебиуса что это такое к сожалению именно на ваш вопрос я ответить не могу я как активист я занимаюсь другими немного вещами у нас есть эко клуб который мы пропагандируем чего надо начать обычным людям мы пропагандируем выступления в школах мы пропагандируем то почему нужно заниматься экологии сейчас и силу ли каждый школьник же это же движение петля мебиуса это же самый известный знак вообще в экологии в принципе можно вы можете этого не знать здесь ничего страшного не да но это как бы странно мне кажется не все так называют петли мебиуса поэтому непонятно вообще термин то из математики человек может не знать математику слушайте но сейчас это международный знак как бы да то есть три стрелки до показывающие вторичную переработку иван у меня к вам вопрос скажите пожалуйста что вы думаете по поводу ситуации на камчатке слушайте ну во первых на два часа ситуации допустим в определенных скажем так наших регионах российской федерации да много очень может быть вопросов и можно сейчас ну на часами разговаривать об экологической проблеме камчатки касаемо иван я вас можно вопроса я что-то начала чувствовать и сами задали вопрос анастасии про это маркировка второго типа петля в миобиуса можете ли вы привести пример это маркировок первого типа нет я не приведу сейчас пример любовь я объясню почему потому что мы не занимаемся сертификации продукции да мы касаемся какого-то образа но мы делаем экологическую экспертизу какого-либо продукта мы допустим делаем там анализ куриных яиц анализ там молока знаете петлю миобиуса это элементарно это был ученый миобиус вот так и зовут но и другое время переголосования анна анастасия иван покажите вашу карту ребят ну на самом деле круто да вот петля миобиуса да вот я являюсь экологом то что я все говорил о себе это так и есть я веду свой блог мы наша организация я лично как эколог эксперт принимаем активное участие действительно в молодежных движениях в организациях содействуем таким людям и поддерживаем когда это за правое дело за экологию почему на ваш взгляд тема экологических проблем часто игнорирует сообществом у меня на этот счет есть прям такое установленное мнение есть несколько видов того как можно воздействовать агрессивно сильно большинство людей неподготовленных это не воспринимает гораздо проще общаться на равных более позитивно но большинство их активистов когда только начинает свой путь они хотят сразу повлиять на все сразу все изменить и поэтому они выбирают более жесткие инструменты воздействия и все воспринимают так активистов как таких странных чокнутых людей зеленых поэтому чаще всего нас мало слушают и очень сложно повлиять это очень просто просто потому что мне кажется вот даже мы сейчас сталкиваемся с тем что приходим школы и рассказываем говорим договоримся с директорами так и так можно мы выступим перед вашими детьми они говорят нам это неинтересно на нас на это нет времени и все люди даже взрослые мне кажется так на это отвечают но уже более старшего поколения естественно которые просто торопятся куда-то не обращают внимание на что-то очень много информационного мусора просто в сети абсолютно со спокойными лицами просто люди пролистывают картинки животных которые погибают там засоренные океаны индии просто не обращать внимание потому что никого это не касается просто не хотят этим заниматься мне кажется что это вовсе не правило для всей нашей страны это больше признак времени признак каких-то поколений ценности поколений более старших людей это например благополучие здоровье например политика но сегодня все что касается молодых поколений которые хотя бы просто слышали о том что эти проблемы есть о том что такое устойчивое развитие конвенции и больше и это уже хорошо тем ближе наше зеленое будущее большинство людей иммунитет просто информации по поводу экологии что где-то что-то стало плохо это мы с самого рождения слышим и это не ощущается вот так вот в моменте ты не почувствуешь что у тебя за десять лет там не знаю допустим воздух стал хуже потому что по чуть-чуть становится хуже это не ощущается вот так и в информационном поле когда появляется информация про что где-то произошло что-то с экологией это всегда мимо ушей потому что вот где-то все время происходит и постоянно это есть и ничего с тем кажется лучше что это было всегда и в ней ничего не меняется и все нормально на мой взгляд все идет из детства начнем с этого то что допустим когда родители говорят гуляют своими детьми дети выкинули что-то да на улицу там на мимо мусорки мимо урны там прошли да там выкинули что-то их никто не поругает это раз второе это нет никакой нот по крайней мере в крае не знаю как допустим московской области да ну по крайней мере в крае нету никакой вообще ноль поддержки региональных властей и третье это возможно потому что нет никакой медиа освещенности для многих мы остаемся просто обычными какими-то странными людьми там на уровне сектантов каких-то то есть кому-то говорили не знаю из вас почему вы немного почему этим занимаетесь для чего это же странно это же ну как-то непонятно люди от этого пытаются как-то отойти то что мы просто странно вот и все отсутствие решения экологических проблем выгодно каким-то организациям большим корпорациям хотя многие уже пытаются найти решение этих проблем и с другой стороны есть как вот сказала настя у людей свои заботы свои проблемы не так хорошо живется чтобы они думали о каком-то там уровне мирового океана им нужно чтобы платили зарплату и дети были здоровы и еще есть третий момент который я для себя отмечаю что многие люди думают что вот это стремление к экологии это как бы регресс то есть мы стремимся к прогрессу у нас там самолеты летают а экология как бы против всего этого то есть если вы хотите экологии нужно жить лесу нужно жить там не использовать автомобили с двигателями и так далее кого вы подозреваете меня теперь тоже появилось ощущение что все на самом деле в это погружены вот но я все еще склоняюсь к тому что это она меня в этот раз задела немного наверное слова александра про секту какую-то в моем окружении может быть мне повезло нет людей которых так к этому относятся поэтому меня немного за дело александра там уже в прошлый раз он не хотел никого выдвигать тоже как-то странно как будто он не пытается как-то помочь нам я в этот раз не голосую за анастасию мне кажется что это борис знаете по такому принципу от обратного кажется что это мария потому что в предыдущий раз просто был иван который был очень экспрессивный мария слишком аккуратно незаметно кажется в этом кругу я проголосую за бориса я хочу ну так наш сказать воображаемый столу разделить я верю на сто процентов они верю марии верю любовью но вот касательно анастасии бориса у меня вопрос даже не знаю первый было сложно последний тоже быть сложно ладно давайте я тоже за борис александр борис большинство против вас ну что я наверное сначала покажу карту и она вот такая вы снова не угадали я действительно побывал на этом сортировочном заводе я действительно шокировался я действительно начал об этом рассказывать действительно у меня сейчас youtube канал сортировочно пытаюсь максимально людям об этом сказать что люди обратите внимание не пропускайте мимо себя эту информацию потому что информация важная и нам во всем этом жить какой вклад каждый из нас сможет внести в защиту экологии нашего клуба есть такое правило 2 of это значит как минимум надо помнить об отходах об озеленении энергосбережение и о воде можете просортировать отходы сделать это можете сберечь свою энергию сэкономить воду поехать на работу сегодня на велосипеде поедет на велосипеде иногда стоит чуть-чуть ужимать себя в каком-то комфорте и чуть-чуть идти навстречу нашей планете любой человек который смотрит в эту сторону он не должен думать что он должен пойти в землянку стать сектантом у каждого человека я в это в это свято верю есть место для какой-то экологической привычки вы можете купить себе велосипед как сказала анастасия вы можете выбирать ту продукцию которая производится ответственным бизнесом вы можете поддерживать какие-то экологические акции все это может быть какой-то степени внедрено в вашу личную жизнь и транслирует даже пускай крупицы может получиться классная картина ну я считаю так мое мнение такое то что первым делом нужно начинать это всегда себя начнешь себя дальше уже окружение начнет этим интересоваться этим про это узнавать что-то делать вот это как минимум потом ну какая помощь может быть от тебя от самого это участие также вот как сказала любовь каких-то акционных мероприятиях да то есть вот в 2019 году мы с моим другом вернулись байкала мы помогали активистам также уборки лесов уборки территории очищение водоема от промо отходов поэтому как-то так только начиная себя ты сможешь подтянуть и остальных думаю что начать в принципе надо с осознанного потребления например когда вы пришли магазин и вот у вас нет собой эко-мешочка и вы берете пластиковый пакет если у вас уже промелькает эта мысль что это неправильно даже если вы все равно берете этот пакет это уже маленький шаг то есть следующим шагом все-таки будет приобретение от каких-то многоразовых замен и я думаю что ключевое это здесь даже не переработка отходов в том что научиться ей и так легко и во многих городах нет возможности сдавать на переработку поэтому я думаю что первым будет сокращение отходов и использование многоразовых каких-то альтернатив всего чего только можно я услышала очень классный ответ от нового известного экоблогера она сказала о том что начните с того что нравится попробовать начать с малого с того что тебе удобно комфортно и возможно интересно да мне было интересно собирать батарейки а потом мне было интересно там ухаживать за животными потом там разбираться в переработке отходов нужно начать с того что интересно потому что то что интересно она легко и это будет становиться все проще и проще нужно просто начать и не бояться поделитесь своими сомнениями не то что я хочу остаться в женском обществе просто я продолжаю подозревать александра мне кажется вы вот как будто travel блогер или еще что вам важно это освещать, но какой-то нет внутренней убежденности. Меня обуревает сомнение о том, что я, в принципе, тактику неправильную выбрала с самого начала. Я опиралась сперва на какие-то пробелы. Теперь мне кажется, что где-то здесь сидит злой гений, который очень хорошо подготовился и просто шокировал меня деталями. И я в этот раз отдаю честь Борису, который ушел, и хочу сказать, что это Анна. Ну, прослушав данный круг, я не изменю ни капли своего мнения. То есть я хочу наш воображаемый, так сказать, стол еще раз разделить с Аней, Марией и Любовью. Но для меня черным игроком остается Анастасия. И сейчас вот, ну, я бы за Анастасию проголосую. У меня на самом деле есть уверенность в Марии и Любови. А вот в Анастасии и Александре как бы она тоже есть, но она меньше. Хотя у меня впечатляет рассказ про Байкал. Ну, наверное, я за Александра сейчас проголосую. Мне кажется, что активизм, он про экшен, про действия. Здесь очень много про действия Александра, очень много про действия Анастасии. У меня все еще не очень много действия в Анне. И голосовать буду, скорее всего, за Анну. Заинтересовала та мысль, которую сказала Мария, что мы активисты, действительно про действия. Вы больше говорили, Анна, о том, как раньше это все было. Что сейчас? Я занимаюсь организацией акций по сбору вторсырья от Собиратора движения «Раздельный сбор». Провожу их в Дорогомилово, в нашем районе, где я сама живу. А также, да, блог веду. И с осени прошлого года занимаюсь интернет-магазином экотоваров. Анна, у меня вопрос к вам. Я знаю, что Собиратор принимает не весь ПЭТ. Какой ПЭТ собирает Собиратор, а какой он не принимает? Так, хороший вопрос. У них просто часто меняется инструкция. Нет. По поводу ПЭТ правило очень-очень-очень давно сложилось. Я имею в виду бутылочный ПЭТ, и он не весь принимается. Сейчас буду угадывать. Интересно. Не, ну угадывать смысла нет, мне кажется. Да, угадывать смысла еще перечислить и подумать, какие, в смысле... Ну ладно, я не знаю. Напомните? Да. Напомню вам, что в переработку принимается ПЭТ пищевой, непрозрачный, либо прозрачный, коричневый, не диких расцветок, и не принимается не пищевой ПЭТ окрашенный. Что является на самом деле большой проблемой, препятствием к сдаче-переработку различных продуктов непроизводственного характера. Допустим, бытовой химии и так далее. Понятно. Буду знать. Ну, что касательно, допустим, моих последних каких-то действий. Да, мы сейчас освещаем проблему с переработкой пластика. И конкретно у нас в регионе мы сейчас хотим заниматься поставкой таких автоматов. В Европе это настолько, так сказать, у них продвинуто, то, что я поразился, когда туда приехал, то, что там могут стоять достаточно обеспеченные люди, богатые люди, они приезжают, открывают багажник своего автомобиля, достают эти пакеты мешками, просто встают в общую очередь, да, и стоят эти бутылки, потом запихивают, туда сдают, и получают какие-то деньги, допустим, там, от 10 до 15 евро можно получить, то есть уже накопить на какой-то обед или что-то по типу такого. И мы сейчас в регионе, у нас занимаемся продвижением данной темы, сейчас только выходим на лицензионное соглашение, вот у нас уже это согласовано с администрацией города, это уже выбраны какие-то определенные поставки точек, то есть когда вот эти автоматы потом будут в будущем стоять в городе, я очень надеюсь, что мы как раз-таки вот дойдем до конца вот этого, можно просто представить, насколько в регионах сократится просто потребление пластика. Это бы круто, если бы так. Так, это было бы очень замечательно. Время переголосования. Анна. Александр. Анна, большинство против вас. К сожалению, вы снова ошиблись. Увы. Что бы вы изменили в государственной политике по отношению к экологии? Ну, если бы не ушел Иван, я бы могла предположить, что среди нас есть один депутат, но я бы дала один совет. Больше общаться с людьми, руками этих людей, должна как-то расшевелиться та же самая мусорная реформа. Я люблю говорить про свою работу. Я сотрудник компании Синергетик. Это бренд экологичный средств для дома. И не только. Мы ведем различные экоактивности в виде эко-мобиля, репластика. Стараемся, в принципе, выйти на какой-то эко-нейтральный статус производства. Те же самые экологические маркировки. Я всем этим занимаюсь. Я за все это горю. И чаще повторяю, что нужно идти к людям. Нужно повышать уровень осознанности, чтобы объяснить им ценности, которые на самом деле уже как отчин наш на Западе, чтобы это невежество, которое привело, допустим, к свалке, надеюсь, настоящих гор мусора в городе Ставрополь, оно ликвидировалось, и эта конструкция быстрее начала шевелиться, чтобы Россия стала экоактивной. Что бы я изменил конкретно? Это строительство мусоросжигательных заводов. Сейчас на свалку привозится какой-то мусор, и этот мусор, он не сжигается. По причине того, что это очень большие объемы. И он просто катком что делается? Он вкатывается полностью в почву и потом разлагается. А там, ну, я думаю, вы сами знаете, сколько разлагается пластик. Мы столько жить не будем, сколько он будет разлагаться. Уже давным-давно, то, что я светил тему с этими автоматами, уже давным-давно пора бы, чтобы они были везде, просто как-то максимизировать. Вот мое мнение такое. Я бы привлекла к ответственности крупные предприятия. Потому что обычные люди, как мы, которые каждый день делают что-то маленькое, они не видят большого результата. И я бы привлекла к тому, чтобы на законодательном уровне были введены госзакупки экологичные, чтобы сертификация была обязательной, и гринвошинга не было вообще. У нас есть такой закон, но он почему-то не работает. И меня это, мягко говоря, напрягает, потому что любого потребителя можно ввести в заблуждение. Надписью «эко», «био», «органик». Человек хочет сделать экологичное решение, но инфраструктура для этого не приспособлена абсолютно. И такие крупные компании, мне кажется, что если на законодательном уровне сделать так, чтобы они несли ответственность, то все бы было совершенно иначе. В принципе, уже действительно очень много сказано. Это все просто объединить было бы идеально, наверное, в плане экологии отношения государства. И, может быть, ужесточить штрафы за неправильную утилизацию мусора, в том числе за утилизацию отходов, вложить каким-то образом деньги в образование школьников. И возьму пример из Беларуси, очень странный пример. Недавно общалась с активистом из Беларуси, и он сказал, что у них есть акция, похожая на наш, там, «Час земли». Это «День без автомобиля». И вот такие вот... Каждый человек по водительским правам может спуститься в метро и проехать просто бесплатно или точно так же на общественном транспорте. Это и у нас есть. Я просто не знала, что у нас такое есть. У нас есть «Час земли», это точно. Вот у нас легко сейчас достаточно сравнительно отправить волонтеров на Камчатку. Это возможно, это реально сделать. И наши ребята отправляются в том числе. Но вот куда-нибудь, например, поехать ухаживать за львами или за людьми в других местах очень тяжело. Если каким-то образом развивать внешнюю политику, интересовать людей, которые хотят путешествовать, мне кажется, это бы тоже было неплохим вкладом у государства именно в экологическую политику. У меня внутри просто все обрывается от какой-то беспомощности, потому что я понимаю, еще раз расписываясь своей какой-то наивности. У меня бесконечное доверие к Марии, поэтому я скажу, что это Анастасия. Я не думаю, что это Анастасия. Мне не понравилось единственное слово Анастасии. То есть она подытожила наши слова, скомкала их кучу, сказала, что это все хорошо, ребята, вперед. Но от себя я мало чего услышал, чтобы, допустим, сказать то, что да, это реально крутая идея. Вот это мое мнение. Правда, очень сложно. Но я, слушая много кругов Александра, поняла, что он говорит одно и то же. У него не добавляется ни эмоций, ни глубины в вопросе. И если копнуть чуть глубже, я боюсь, что там ничего не будет. Поэтому я выставляю Александра. Я тоже против Александра. Мне непонятно его подозрение. Естественно, тяжело было в какой-то степени привести то, что это какие-то новые вещи. Но я говорила о том, что меня интересует, что действительно близко ко мне. И к ребятам, которые со мной путешествуют везде, стараются. Вот. Вот. Вы очень много ошибались. Но хорошо, что вы не прислушались ко мне. Все, что я говорил, я придумал. Вообще ничего этого не знаю. Но это реально просто не моя тема, не по мне. Но, ребята, вы крутые, молодцы. То, что продвигаете свою тему, это главное. То, что вы в это верите, и то, чем вы занимаетесь, это круто. Молодцы, безусловно. Как вы относитесь к деятельности Греты Тунберг? Я на самом деле ее очень перечой люблю, потому что как она привлечь внимание к проблемам климатического кризиса, не смог никто. Да, она это делает агрессивно, да, она это делает нагло, но мне кажется, что у нас нет времени на то, чтобы раскачиваться. И я, как и она, взяла рубрику Fridays for Future и каждую пятницу рассказывала что-нибудь своим подписчикам о том, почему климатический кризис важен и что нужно делать. Ну, я, наверное, не так тепло отношусь все-таки, Грете. Она достаточно сильно привела к этому массово, из какой-то общественности привлекла к этому внимание. Но по факту изменила ли что это это? Нет. И большинство людей, увидев ее, посмеются над ней, но они начнут что-то делать. Нужно другими путями, мне кажется, толкать на путь истинный. Вот. Я по своей натуре, темпераменту наблюдателем являюсь. И, конечно, видеть то, как эту юную девочку обвиняют в том, что она является просто марионеткой, и за ее выступлениями, за ее словами стоят какие-то конспирологические там компании. Мне это все дало два момента. То, что действительно ее выступление, ее появление, оно своевременно. И для меня лично она подсветила тех людей из моего окружения, которые являются так своеобразными диссидентами. То есть есть там ВИЧ-диссиденты, ковид-диссиденты, а есть эко-диссиденты, которые отрицают вообще существование, проблемы экологии как вообще в принципе. Так в случае любого диссидентства отрицание ведет к каким-то последствиям, которые отравляют вокруг себя какие-то веточки дальнейшего общения, и грето это подсветило. Итак, кто, по-вашему, не экологический активист? Наверное, я пойду ва-банк и объединюсь с любовью против Анастасии. Мне кажется, что это больше Мария, чем любовь. Я с улыбкой триумфа сижу почти, потому что еще раунд назад мне казалось, что все пропало. Теперь я чувствую, что все-таки моя интуиция первая самая была права. И я возвращаюсь опять к номинации Анастасии, потому что, ну потому что по-другому не может идти. Мария. Анастасия. Анастасия, покажите вашу карту. Ну, не знаю, насчет вашей интуиции. В принципе, в этот раз она вас не подвела, наконец-то. То мы, блин, очень хотелось, конечно, в каком-то плане выиграть, в каком-то нет. Я вообще не то, чтобы прям против экологии и прочего всего, но я скорее из тех, кто достаточно лениво к этому относится. Мне легче заказать себе еду в контейнерах, и иногда просто некогда подумать об экологии. Я из тех людей, которым очень тяжело взять и начать с себя. Меня сейчас страшно, я просто убегу, потому что, мне кажется, вы меня ударите в какой-то момент. Потому что сидела тут так долго, мучила вас, обманывала. Нет, я восхищена этой игрой. Вообще, считаю, что сегодня нет проигравших, потому что, как минимум, плюс два человека, которые погрузились максимально в эту тему. И, Анастасия, спасибо за вот эту позицию. Спасибо за увлекательную игру, Анастасия. А теперь просим вернуться всех активистов и ответить на финальный вопрос. Каким вы видите идеальное будущее планеты через 50 лет? Конечно, учитывая, что сейчас экологических проблем очень много, и, конечно, есть движения различные. Как мы видим, много экоактивистов разных. Кто-то собирает мусор, кто-то плоггингом занимается, также с этой же темой связаны. Кто-то болится за то, чтобы там закрывали какие-то заводы, которые загрязняют окружающую среду. Так вот, на мой взгляд, 20, даже 50 лет для нашей страны, к сожалению, этого мало. Я бы хотел надеяться на то, чтобы вот это взаимодействие государства и населения было максимально емким и максимально продуктивным. И чтобы вовлекалось в эти вопросы не только население, но и руководители предприятий, руководители тех свалок, твердых бытовых отходов, к примеру, различных производственных объектов и тех, кто реально дает нагрузку на окружающую среду. Поэтому через 20, может быть, через 50 лет, а лучше, чтобы это было, может быть, даже и через 5, или через 10 лет, чтобы наша страна выходила на уровень высшего экологического развития, и чтобы наши экологические реформы влияли на то, чтобы сохранять окружающую среду в чистоте. Я очень надеюсь, что производители, корпорации будут стараться соответствовать течению времени не потому, что это так модно, а потому, что это идет искренне и, в главную очередь, от руководства. Я бесконечно благодарна руководству моей компании, которые транслируют свою искреннюю позицию, философию. Я надеюсь, что это будет так же. И я очень хочу, чтобы хотя бы через 30 лет у людей изменилось отношение к природе, не как к какой-то служанке, а как, например, в фильме «Аватар», где есть благовение и страх перед тем местом, где ты живешь. Просто банально бояться потерять все то, что у вас есть. Мне кажется, идеальное будущее наступит, когда любая деятельность человека будет проходить в первую очередь через фильтр, что это не должно вредить окружающей среде. И когда люди поймут, что вред окружающей среде напрямую вредит нам и качеству нашей жизни. Когда это случится, хочется верить, что скоро, но есть опасения, что только после какого-то очень глобального, очень масштабного происшествия, катастрофы, которые все почувствуют как, например, ковид. Я думаю, что 50 лет – это, на самом деле, не такой маленький срок, потому что если назад отмотать 50 лет, то в 70-х годах все было совсем по-другому. В идеале это должен быть переход на возобновляемые источники энергии, отказ от двигателей внутреннего сгорания, ограничение животноводства. Ну, в общем, по сути, полный пересмотр всей нашей индустрии, которая сейчас так распространена, и не только в России, но и во всем мире. Я надеюсь, что все-таки мы хотя бы остановим то, как все идет сейчас, и повернем это немного в другую сферу, потому что иначе уже будет слишком поздно. Да, у меня, к сожалению, такие не очень оптимистичные взгляды на это, потому что я очень много знаю. Я согласна с Борисом в том плане, что пока нас не шарахнет, мы, к сожалению, ничего не начнем делать. Поэтому для меня идеальное будущее – это какая-нибудь очень маленькая, но катастрофа. Чтобы все открыли глаза, и мне кажется, что такая небольшая встряска и шоковая терапия, она заставит даже таких людей, как Дональд Трамп, не отрицать это. Из-за того, что мы так сильно влияем на окружающую среду, мы чувствуем себя сильнее и как будто бы над ней. Мне кажется, мы должны начать чувствовать себя внутри нее и ее частью. А когда ты находишься внутри чего-то, ты не хочешь этому вредить. Тема экологических проблем с каждым годом становится все более и более насущной. Спасибо, что прояснили нам некоторые важные моменты и порассуждали на эту тему. Благодарим вас за участие в новом выпуске формата «Свой-Чужой». Спасибо. 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 Спасибо.